Самый большой в Украине открытый вольер для человекоподобных обезьян. Площадью более двух гектаров открыли под Харьковом. Как здесь сумели сохранить популяцию редких приматов, занесенных в Красную книгу? Давайте узнаем. Посетители фильма Некопарка у нового вольера с замиранием наблюдают за жизнью шимпанзе и ангутангов. Никаких решеток, людей и приматов разделяют лишь стеклянные стены окна. На огромной площадке обезьяны чувствуют себя практически как в дикой природе. Нежатся на травке, сидят на деревьях или прыгают по рукотворным лианам. Самое главное то, что здесь природный субстрат. Это песочек, это травка. Здесь есть естественные деревья, валуны плюс конструкции. У шимпанзе появятся искусственные термитники, чтобы из них можно было извлечь что-нибудь вкусненькое, так как они это делают в природе. Новое летнее жилье приматов построено с учетом рекомендаций Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов. Такая большая территория обезьянам отдана не случайно. Все для благополучия этих социальных животных. Мы не показываем пару обезьян, мы не работаем над тем, чтобы иметь пару. Мы работаем над тем, чтобы иметь группу, по которой она живет в природе. Это такой момент, когда обезьяны, они очень социальные, когда они могут строить семьи, у них появляются дедушки, бабушки, те особи, которые их учат правильно. Фельдман-экопарк вместе со Всемирным открытым фондом реабилитации и реинтродукции животных подключился и к планетарному зоозащитному движению по сохранению и восстановлению популяции редких видов. Живущие в таких рукотворных джунглях популяции нужны миру, как резервные копии вымирающих видов. Основная задача их разведения и возвращение их в среду, их постоянного обитания в те страны, в те регионы, где некоторых видов практически насчитываются единицы. Это большая, серьезнейшая работа. Многие страны потеряли ряд животных, которых у них были исторические. И они сегодня могут воспользоваться такими фондами, как наш, как Всемирным фондом сохранения видов, для восстановления и возврата этих животных к себе. Новый вольер для приматов построили в том числе благодаря акции «Искусство милосердия», во время которой деньги для животных собирали, продавая картины. Коллекция приматов в фельдманекопарке по числу видов, а их здесь более 30, уже сравнима с голландским зоопарком Аппенхель, одним из крупнейших мировых центров спасения человекообразных приматов. В искусственных популяциях фельдманекопарка, благодаря правильному уходу, регулярно размножаются лемуры-вари, макаки-маготы, мадрилы. А год назад родился детеныш у шимпанзе. Ирина Громова, Вячеслав Никифоров. Подробности телеканал Интерхайковская область.